Синоптики обещали дождь, но несмотря на это поприветствовать солнце на центральной поляне парка культуры, спорта и отдыха собрались в йоге со всего городского округа. Утреннее занятие практически медитация, включает в себя дыхательные практики и их многократное повторение. Каждое зернышко в миске символизирует один цикл упражнения, всего их 108 по древней индийской традиции. Тем, кто решил серьезно заниматься йогой, предстоит делать это несколько раз в неделю. Если первый раз подошел к какой-то физической деятельности, я всегда рекомендую начать с двух раз. Один-два раза, просто чтобы тело привыкло, психика привыкла, чтобы не было обратного отталкивающего эффекта, потихонечку внедрять. А вообще, в принципе, чем бы мы ни занимались, это 3-4 раза, будь то изучение английского, освоение какого-то нового языка, новой программы. Это системность должна быть, регулярность, постоянство. Между тем йогом можно быть и вовсе не посещая занятия, рассказывает тренер. Йога многогранна. Это не только физические упражнения, но и мировоззрение и отношение к окружающему миру. Впрочем, физические нагрузки все же важны. Мне было это, в принципе, очень-очень интересно, попробовать себя. Это очень классная практика, она прорабатывает все-все-все мышцы. И сейчас также я пришла на это мероприятие для того, чтобы поучаствовать здесь. Очень классно, прям чувствуется, как прорабатываются все мышцы, прям мышцы сейчас в напряжении. Фестиваль «Гармония» приурочен к Международному дню йоги. В течение дня на Лазутинке мастера различных школ и направлений знакомили жителей муниципалитета с йогой, показывали ее разнообразие и помогали новичкам выбрать наиболее близкий им стиль. Роман Попов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Роман Попов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».